Далее коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике «Дайджест». Пермяки стали свидетелями крупного пожара в центре города. Этой ночью загорелся торговый центр «Алмаз». Огонь появился в ночь на 30 июня. По сообщениям очевидцев, горела парковка на верхнем этаже «Алмаза». Пермяки уже поделились впечатлениями от пожара в соцсетях. В кафе на верхнем этаже в этот момент студенты отмечали получение дипломов. Незабываемый выпускной. Вчера вечером мы веселились этажом ниже в ТЦ «Алмаз» и ничего не подозревали. Эвакуировали нас, когда пожар был практически потушен. Слава богу, все целы, сообщила перемячка. По сообщению пресс-службы МЧС Ирины Гомзиковой, на крыше «Алмаза» воспламенилась рекламная вывеска. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки. На пожаре никто не пострадал, отметили в краевом МЧС. В рамках фестиваля воздухоплавателей «Небесная ярмарка» в праздничную неделю в нашем городе пройдут спортивные мероприятия под названием «День спорта Кунгур. Город рекордов». 1 июля вечером на Соборной площади пройдут поединки сильнейших спортсменов по боксу и кикбоксингу. Велосипедисты посоревнуются в заезде под названием «Гонка Критериум», а всех любителей легкой атлетики организаторы приглашают принять участие в забеге по исторической части города. На дистанцию в 1400 метров приглашаются все желающие старше 12 лет. Отдельный старт будет дан мужчинам и женщинам. Самое быстрое обязательно получат награды. Регистрация участников с 18 часов 1 июля прямо на Соборной площади. Обязательное условие – наличие медицинской справки от терапевта. Вместе со спортсменами и любителями обязательное участие примет и кунгурский бегун с мировым именем ветеран спорта Владимир Малых. В Кунгуре может появиться еще один кинозал наряду со строящимся развлекательным комплексом. Фонд Кино подвел результаты конкурса по выделению грантов кинотеатра в населенных пунктах страны с количеством жителей менее 100 тысяч человек. Итоговый список опубликован на сайте организации. Согласно этому документу, рассмотрев свыше 800 заявок со всей страны, Фонд Кино решил, что модернизации и оснащение цифровым оборудованием достойны 155 кинозалов в 55 регионах России. На эти проекты будет выделено из государственной казны 766 миллионов рублей. Самым крупным кинозалом, которому окажут федеральную финансовую поддержку, назван зал на 700 мест в Кабардино-Балкарии. А самым маленьким – цифровой кинозал на 70 мест в селе Карагай Пермского края. Кроме того, в перечне Фонда Кино еще три прикамских кинозала. Один – Кунгурского центра досуга Нагорный и два – в Чернушке, сообщает портал «Местное время». Официальное подтверждение итогов еще не получено, отметили в нашем центре досуга. В период проведения массовых праздничных мероприятий на территории нашего города, а именно церемонии закрытия фестиваля воздухоплавателей в Кунгуре, вводится запрет на торговлю любой алкогольной продукцией, включая пиво и напитки, изготовленные на пивном сырье. Напитки с градусом попадут под запрет на субботу, 2 июля. Действие постановления распространяется абсолютно на все торговые точки города. За соблюдением исполнения запрета будут следить контролирующие органы. Субтитры создавал DimaTorzok